Субтитры делал DimaTorzok Где грунт, то есть Почему лучше деталь всю покрывать грунтом Чтобы вот такой хуйни не было, видите Вот Сейчас можно, возможно, задувать это все И может потечь краска Вот эта граница, вот она, видите Краска прозрачная И видно Ну это, конечно, от этой лампы еще видно Но все равно просматривается Надо задавать больше слоев, чтобы границ не было видно Поэтому деталь желательно всю целиком грунтовать Либо по ребро Чтобы ребро преломливало свет И не видно было Так что вот такие вот Видите, вот она граница Ты вроде запылил ее Но она есть Вот здесь я чуть-чуть дунул больше Видите, тут цвет другой, вот он Потому что скопление металлика Пучком было И он здесь собрался Я боялся, что потечет С феном подсушил маленько То есть такая вот ситуация С серебром Он очень, блин, такой Под него надо готовить офигенно как Чтобы царапин не было, рисок Вот тут видны Вон риски, вон, видите, вон Ну, я вижу Вот риски То есть серебром, блин Вообще очень тяжело готовить Вот риски Они видны То есть, ну У меня нет задачи Что-то идеальное сделать Так, ну Более-менее нормальное И все И то у нас через сколько она развалится Посмотрим Насколько хватит Вот этой вот эбоксидной Полиэфирной смолы И шпаклевки И все вот это вот Крыло, видели? Тут труха была Да, вот труха была Крыло Посмотрим, через сколько Оно опять будет так То есть я делал максимально Эффективно Не как сосед мой Который капот красил Спец Который хуярит По воде И по улице На улице стоит Машины Все голые Металл, ржавые У него вообще Супертехнология Это Осадки Плюс Нейтрализатор ржавчины Цинкарь Самый мощный Самый мощный Ну и он, конечно Профессионал Сейчас ждем Вообще, по идее Сейчас на вот этот мусор Блестячки бы эти убрать Нужна специальная Мягкая салфетка Которая это убирает У меня ее нет Потому что Откуда это берется? А берется оттуда Все, что они летают В воздухе Мы же не в камере красим И они потом Временно Ну, садятся Когда Вот видите Вот я раз Перчаткой Раз и убрал А если это не делать Если это не делать То тогда Будет беда у вас Которые летали в воздухе Они сели отдохнуть Вот Саринка, например Пылинка Нужна специальная Салфетка Но у меня ее нет Я не подготовился Она, вернее, у меня есть Но она уже Мертвая вся Ладно, видите Вот я их убираю Эти Которые летали в воздухе Блестячки Я их сейчас Спилю Вот так вот Немножко Уберу Ну, сейчас еще слоев Дам Такая же салфетка Она Межслойная Называется И после того, как Полностью все базы Покрыл То есть салфеткой Проходишь Липкой Убираешь Вот эти вот Ворсинки Которые упали Пылинки Всякую херню И потом лаком Покрываешь Не знаю Она у меня Где-то, по-моему, есть Там Я еще посмотрю, конечно Но Я думаю, что Ей хана Ей столько лет Если она есть, конечно Здесь То она уже, скорее всего Непригодна к эксплуатации Ну, может быть Или она даже У меня не здесь Но у меня, наверное Где-то в другом боксе Валяется Крем не знает Нету У меня Этой Салфетки Я Не совсем Хорошо подготовился К покраске Ну, ладно Сойдет Сойдет и так Ну Вот Как ни странно Ничего не потекло Вот Такое Как стекло Получилось Здесь Я переживал Что плохо Будет Нет Нормально Здесь Здесь Риски Немножко Видны Вот Они Рисак Виден Вот Видите Вот В проеме А так В принципе Даже очень Мусора Намного меньше Чем У соседа Моего Профессионала Ну Есть Вон он Видите Его там Много Он мелкий Но Он Сполируется А у соседа Видели Прям Аж Как будто Он Вел Веником Специально И красил Вот Тут Налетело Вот Она Видите Это С одеждой Сробы Феном Грел Фен Дует Ну Вот Такие Нюансы Ну А что Поделаешь Ты Не Камера Вот Эти Конечно Глубокие Я думаю Для этой тачки Сойдет По-моему Хорошо Как мне кажется Сейчас По идее Пока Лак Мягкий Расклеится Но Опасно Что Можно Трусить Пыли Вот Только Вот Это Расклеить Вот Потому Когда Высохнет Блин Уже Будет Тяжело Расклеить Она Ни Хера Не Расклеится Так Просто Сейчас Попробуем Расклеить Все И Расклеился Так Получилось Мусор Есть Без Этого Никак Есть Есть Эфферен С ним С этим Мусором Для Этого Крыла Это Просто Идеально Наверное Конечно Вы же Лучше Сделаете Чем Я Однозначно Это Сто Процентов Да Мусора Конечно Жалко Очень Много Здесь С шапки Летит С шапки С робы Они же Не зря В комбе Закрасят Не Просто Так Вытяжки Нету Толком Что Она Не сосет Ну Так Пары Какие Убирает Ну И плюс Самое Это Главное Движение Воздуха Идет Большое Плюс Я еще Феном Сушил Фен Дает Нормально Поэтому Этот мусор Вот С фена Прилететь Мог Когда Я Подсушивал Сойдет Нахрен Вон В камере Видите Как Красивил Маляр Видите Как Маляр Заклеил Нормально Вот Похер Заклеил И здесь Вот так Вот Было Заклеено Все Здесь Вверх Там Так Яма Ну И Я Так И ездил В принципе В камере Маляр Красил Камере Короче Вот Так Вышло Все Как Есть Так Есть Странно Почему Влаг Не течет Какой-то Он Сильно Липучий Нихрена Не текучий Все Время Пошло Посмотрим Через Сколько Здесь Все Вылезет На ЛТшке Я Делал Капот Был Гнилющий Вообще То есть Я Отдавал На Пескострую Весь Полностью Мне Пескоструили Снутри Снаружи Я Его Потом Полиэфирной Смолой Весь Заклеил И До сих пор Там Ничего Не вылезло Представляете От Камня И сколы Были И Вот Их Вокруг Них Поднило А так Все нормально Но скоро Буду перекрашивать Капот Я чувствую Надо Уже Заняться И капотом И Дверями И Крыльями На ЛТшке Вот Так У нас Вышло Что То Куда То Вышло И Что То Куда То Вошло Так Выключаем Подвал Печку Сейчас Включим Чтобы Немножко Накачало Воздух Теплого И Можно Топать Домой Лаг До завтра Должен Подзагустеть Пускай Немножко Загустеет И Завтра Подкрасим Сколы Так Вот Стоит Пускай Здесь Синей Краской Вот Я Это Краска Дюксона Это Вообще От Транзита У меня Транзит Был Такой Дубль Кабина Покрашен Вот Я Этой Краской Подкрашу Нафиг Тычки Там Где Сбита Краска И Сойдет Для Этой Тачки Сойдет Все Не Делайте Так Покупайте Новую Гранту И Мозги Не Компассируйте Или Новый Лексус Лексус Пок Berkeley